Все мы хотим как можно дольше сохранить отличное здоровье и иметь сильную систему иммунной защиты, чтобы противостоять инфекциям и прочим недугам. В этом выпуске вы узнаете, что является залогом не только прекрасного самочувствия, но даже и настроения. Дело в том, что здоровье человека в целом невозможно без слаженной работы системы пищеварения, в которой кишечник играет роль первой скрипки. От здоровья этого важного органа зависят многие происходящие в человеческом теле процессы. Давно доказано, что всевозможные нарушения в деятельности кишечника влекут за собой не только дискомфорт и боли в области живота, но становятся проблемой, влияющей на весь организм. Кишечник не зря называют вторым мозгом. Настолько мощное влияние он оказывает на все физиологические аспекты, вплоть до настроения и мироощущения. К сожалению, у значительной части людей после 50 лет начинаются неполадки в работе кишечника. Появляются первые звоночки, сигналищие о проблемах, о которых навряд ли кто-то задумывался в молодости. Что же делать в таких ситуациях? Ответ прост и лежит на поверхности. В первую очередь следует обратить внимание на характер питания и скорректировать свой рацион. Итак, 5 самых полезных для кишечника продуктов, которые нужно обязательно употреблять в пищу после 50-летнего возраста. На первом месте находятся ферментированные продукты. Это не какой-то один вид еды, но целая обширная группа, насыщенная ценнейшими пробиотиками. Что такое пробиотики? Это микроорганизмы, которые обеспечивают здоровый баланс микрофлоры или, как ее сейчас чаще называют, микробиоты кишечника. Прежде всего к такой пище относится вся кисломолочная продукция, включая кефир, простоквашу, ряженку и йогурт. Нельзя не отметить, что будет лучше, если вы не будете покупать обычный кефир или йогурт в супермаркете, а сделайте натуральный кефир самостоятельно. Это не сложный процесс. Для этого нужно купить молоко и отдельно специальную закваску, которую можно хранить в морозильнике. Для приготовления можно использовать йогуртницу. Ингредиенты смешиваются согласно инструкции к закваске, и на следующий день уже можно наслаждаться собственными качественными кисломолочными продуктами, которые будут содержать живые и очень ценные пробиотики. Интересный факт. Наш толстый кишечник – это целая вселенная. У каждого взрослого человека в норме в толстой кишке содержится около 2 кг микробов, и это нормально. Мы привыкли считать, что различные микроорганизмы, бактерии опасны и вызывают множество болезней. Да, это так. Такие микробы называют патогенными, и они вредны и опасны для человека, потому что приводят к всевозможным нарушениям пищеварения. Однако существуют и необходимые организму полезные микробы, которые нужны для нормальной жизнедеятельности. Например, они производят витамин К2, который не так-то просто получить с пищей, но зато он очень хорошо синтезируется той самой микробиотой, живущей в толстом кишечнике. Употребляя ферментированные продукты питания, мы помогаем заселять собственный кишечник полезными микробами. Помимо кисломолочных, к ферментированной продукции относятся яблочный уксус, суп мясо и квашеная капуста, про которую нужно рассказать особо. Квашеная капуста среди другой пищи является непревзойденным чемпионом по той пользе, которую она приносит. Небольшой объем квашеной капусты нужно добавлять в свой рацион каждому, и не только после 50 лет, но и в любом возрасте. Лучше всего готовить квашеную капусту самостоятельно. Это совсем несложно и среди множества рецептов легко выбрать тот, который вам понравится больше других. Если нет желания возиться на кухне, можно, конечно, покупать квашеную капусту на рынке или в магазине. Однако, покупая продукт в магазине, нужно обращать внимание на его состав, потому что при приготовлении для удлинения срока годности могут использоваться консерванты, в том числе бензоат натрия или пищевая добавка Е211, как его еще называют. Это крайне вредное, токсичное и канцерогенное вещество, провоцирующее онкологию. Особенно бензоат натрия вреден в сочетании с витамином С, а капуста как раз богата аскорбиновой кислотой, то есть витамином С. Поэтому просто внимательно смотрите на этикетку. Кроме того, в магазине редко можно найти квашеную капусту. В основном там продается маринованная, которая не является ферментированным продуктом. Это также важно принимать во внимание. Дело в том, что при квашене капусты ее мнут вручную солью, и выделяющийся сок ферментирует продукт. При мариновании просто используют различные маринады. Следующий важный для кишечника продукт – это клетчатка, которая является составной частью растительной пищи. Не перевариваясь в организме, она играет огромную роль в его жизнедеятельности. Клетчатка почти не всасывается в кишечнике. Она формирует так называемый пищевой комок, который словно щетка выметает вредные побочные продукты пищеварения, шлаки и токсины, канцерогены, стабилизаторы, красители и прочие компоненты, которые регулярно попадают в организм с едой. Клетчатку в первую очередь содержат овощи – свекла, морковь, капуста и другие овощи с жесткой волокнистой структурой. Клетчатка – это сложный природный углевод. Пищевое волокно, которое даже не усваивается, попадая в организм. То есть, мы можем спокойно разжевывать богатую клетчаткой пищу. Затем она проходит через желудочно-кишечный тракт практически в неизменном виде, и там начинает ферментироваться кишечной микрофлорой. То есть, клетчатка не калорийна для нас, но позволяет питаться и размножаться полезной микрофлоре кишечника. Мы буквально подкармливаем полезные бактерии и способствуем тому, что их становится больше. Конечно, во всем нужно знать меру. Взрослому здоровому человеку рекомендуется употреблять от 30 до 40 граммов клетчатки каждый день. Чтобы получить такое количество, нужно помнить, что в 100 граммах овощей содержится всего 5 граммов клетчатки. При бесконтрольном избыточном поглощении клетчатки работа кишечника будет нарушаться. Следующим продуктом для здорового кишечника после 50 лет являются бобовые – фасоль, горох, нут, чечевица, маш. Они также содержат оптимальное количество клетчатки, а также являются прекрасным растительным источником белка, протеина. Исследованиями доказано, что самым лучшим продуктом с точки зрения наличия клетчатки является белая фасоль, в которой этот ценный пищевой компонент составляет 15%. Рекомендуется в течение недели съедать несколько порций фасоли. Фасоль содержит также большое количество кальция. В одной чашке белой фасоли содержится примерно 200 миллиграмм этого минерала, который исключительно полезен не только, как известно для костей, но также и для кишечника. В одном из научных исследований, посвященных профилактике онкологических заболеваний, было доказано, что наиболее значимое влияние на предотвращение рака, в частности рака кишечника, из всего многообразия витаминов и минералов оказывал именно кальций. Исследования показали, что если человек употребляет достаточную дозу кальция, для взрослого это 1000 миллиграммов в сутки, то вероятность возникновения рака кишечника снижается в два раза. Если вспомнить, что кальцием богата не только фасоль, но и кисломолочные продукты, о которых уже упоминалось, становится понятно и совершенно ясно, что в первую очередь нужно вводить в ежедневный рацион питания. Еще один целебный продукт – это зелень. Ее польза не вызывает ни у кого сомнений, она общеизвестна. Зелень действительно оказывает потрясающий эффект на весь организм и на кишечник в частности. Поэтому обязательно следует дополнять свое меню шпинатом, петрушкой, укропом, сельдереем, руколой и т.п. Зелень – идеальный пребиотик. Раньше в этом выпуске мы рассказывали о пробиотиках. Так вот, пробиотики – это продукты, непосредственно содержащие полезные бактерии. Пребиотики – это ресурсы, которые позволяют таким бактериям расти и развиваться. Для здоровья необходимы как пробиотики, так и пребиотики. Зелень способствует правильной, активной работе кишечника, стимулируя его перистальтические движения. Она предотвращает запоры, буквально прочищая толстый кишечник. Но это еще не все. Употребление зелени способствует нормализации уровня холестерина, снижая его, если он повышен, что имеет огромное значение для здоровья сердечно-сосудистой системы и предотвращения таких грозных осложнений, как инсульт, инфаркт и тромбоз. О целебных свойствах зелени можно рассказывать бесконечно. В ней содержится большое количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Именно эти вещества противостоят повреждающему действию свободных радикалов на органы и ткани организма. Свободные радикалы – это нестабильные соединения, образующиеся в результате перекидного окисления. Этот процесс запускает болезни сердечно-сосудистой системы, провоцирует рост золокачественных новообразований и способствует преждевременному старению. Следовательно, заботясь о кишечнике, мы одновременно предотвращаем серьезные заболевания и сохраняем молодость. Таким образом, список продуктов, незаменимых для здоровья кишечника после 50 лет, не такой уж и длинный. Все они доступны и недороги. Однако каждый из этих продуктов вносит неоценимый вклад в здоровье и не только желудочно-кишечного тракта, но и всего организма в целом. Кроме того, будучи низкокалорийными, эти продукты помогают поддерживать здоровый вес и предотвращают ожирение, которое заслуженно можно назвать бичом современного человечества. Делитесь этим видео с друзьями и близкими, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы всегда оставаться в курсе всего самого полезного. До новых встреч на новых видео!